Классные карикатуры публикуют. Сидят два нищих, Донадони и Доминек. Один просит дать ему шанс, другой просит сыграть в игру, а рядом идет Ван Бастен, большой, мощный. Которого не было против Голландии. Гроссу третий номер слева, Килини четвертый, Панучи второй в центре, Дзамбротто девятнадцатый справа. В полузащите Пирло двадцать первый, Дероси десятый, восьмой Гаттузу двадцатый Пиротто. Дидцать третий номер. В обороне Тюрам не лучшим образом выглядел, его сегодня... Как мне показалось, Кабаранезе выкроет итальянской сборной. Тони! 1-1-1 и не попадает Тони в ворота. Шанс на четвертой минуте у Италии. Идея-то видна. Сейчас Дзамбротто пытается за счет индивидуальных действий, но там некуда совершенно бежать было. Риберис валил, мне показалось зря, потому что Дзамбротто бежал по большому счету в никуда. Очень важный момент, Саш. Донадони, отвечая на вопрос, на критический вопрос, что за примитивная игра в атаке, навеса на луку Тони, будете ли вы и дальше так играть. Донадони сказал следующее. Если это будет приносить нам голы, то мы будем так играть. Но пока это не приносит. Голов Тони здесь еще не забивал, а вот то, что Рибери получил... Нет, он забил, отменили голы за оффсайдер. Ну да, будем так считать. Но хотя он очень результативный нападающий, в этом сионе 42 мяча, но его Пирло пошел подавать. Удар! Ох, момент какой! Два момента уже в Италии! Непонятно, что в итоге хотел сделать Гатуза, будет удар от ворот, но удар Пануччи действительно отличный. Попал он в ритм этого навеса, попал... Бензима, удар низом. Мимо ворот мяч пролетел, Буфон. Чемпионат мира это характеристика, никуда не денешься от этого. Хотя к Доминеку вопросов много, не только у нас. Грубовато, Европа объехал под Антонио Кассано. Европа оказывает, что он правила не нарушал, но, пожалуй, Пироте. Потому что, я думаю, не случайно... Тони! Пенальти! Пенальти! Без набросов и желтую, а то и красную. Красная карточка Абидалю. Хотя Абидаль и потерял позицию, в этом, конечно, его большая беда. Он не умеет играть в центре обороны. Но он все-таки не заслужил сейчас удаления. Не заслужил. Он не дотянулся до мяча. Мяча тишина. 1-0. Да, тяжело будет Франции, но и Италии, кстати, тяжело будет совладать сейчас с этой ситуацией. Она ведет, но еще и двойное действительно преимущество получило. Как минимум попроще. Окью! Сейчас Донатоний сказал, окью! Это значит, внимание, смотри в оба! Жан-Алем Бумсон выйдет на поле. Мгновенно уже начал переодеваться. Вместо калки. Карьеры только-только начинаются у молодого, многообещающего. Открылся. А так Италия будет атаковать. Да, и причем сейчас очень опасно. Если бы этот мяч попал в кого-нибудь из французских игроков, может быть нокаут. Но Фрад Бенальти открыл счет. Касану с мячом. Подача в сторону Тони! Ты видел, что он сделал? Феноменальной пластикой обладает этот гигант. По-моему, самый пластичный Сон. Ну, Бумсон, конечно, парень с Голландцем. Тони! Нет мне игры! Но сейчас надо было завершать эту игру Лука. Как же так? Ну, три момента подряд Италия не забивает. Доходит. Но они потихонечку оживают. Анри! Удар в дальний угол! Вот, пожалуйста, три касания всего из обороны сделали французы. И вроде бы как-то благодушно Италия. Рельефное для удара. Что-то бьет Гросса в дальний. Что это было? Штанга или достал купе? Это была штанга и это был Перотто, который получил травму и лежит в штрафной площади. Но Михел этого пока не видит. Франция с мячом. И Франция не желает выбить мяч за пределы позиции. Она не видит, что игрок соперника лежит. Это Перло нарочно сбил Бенземан. И получит желтую карточку за это. А Перло показывает арбитру. Это никого не интересует. Что надо было... Здесь не Господь Бог, чтобы решать суд. Пьянка, оказавшись во Франции, научила их нормально готовить. А не есть эти ужасные устрицы. А есть эти ужасные макароны, что ли? Ну, а макароны... Справляются с этим навесом. Михел дает свисток в нервной обстановке. Заканчивался первый тайм этого матча. Андрео Пирло, который в любом случае не сыграет в четвертьфинале, если Италия туда попадет. Потому что он получил вторую желтую карточку на этом турнире. Он в спинальте забил гол, который... И все-таки насколько... Левее Пирло, 21-й, чуть правее Гартузо, 8-й. И вверху этого ромба 20-й номер Перло. Это желтая карточка сейчас Сиднею Гову. И впереди сегодня два нападающих в сборной. Помог Гову Туляляну прострел. Удар, мог быть удар. Вот сейчас бьет Бензима. Помешали защитники пробить Тири Анри, а вот Бензима не прикрыли. Помнишь, мы с тобой говорили, что перед штрафной было бы кому откатить мяч? Сейчас правильный... Они впереди все остаются. Анри. Разворот, удар. Но слабо, конечно. Слабо для... Клер открылся справа, совершенно один был. Почувствовать просто-напросто. Анри. Анри как капитан берет все на себя. Для разминки упал Булфон. Удар был вновь у Тири не сильный. И... Регранный результат. Ради результата все. Простительно, но у нас есть пример... Гатузо. Гатузо остается без гипотетического четвертьфинала. Ударив по ноге Макириле. Скорее всего, так и будет. Рикошеты и 2-0. Италия делает широченный шаг к победе в этом матче. Я не говорю о выходе в четвертьфинал, потому что не все зависит от Италии. Но в кистером 2-0 спасти будет очень сложно. Этот матч в Франции вся скамейка итальянская ликует. Это, я думаю, ключевой момент в матче. Гол десятого номера. Не зря мы вспоминали десятого номера Тотти. Десятый номер для Росси из той же команды, из Ромы. Забивает гол. И я думаю, что... Что, довести этот матч? Мы получили, получили ответ. Теперь уже нужно строй. Уходит с поля. Вместо него выходит Николя Анелька. Со схемы... Другого варианта вроде бы и не имеют. Анелька с мячом. Французы все-таки не теряют надеи опять, по-моему. И Касано. Ах, умница. Ах, как все правильно делает. Да, рубанул сейчас. Просто рубанул откровенно. Да, бунцок по ногам бил Лукутони и получил желтую карточку. Можно было и поярче, и посвежее игроков. А другое тебе... Ох, какой удар! Это буфонище! Красавчик, конечно, а? Ну, в таком матче, где Италия не на жизнь, а на смерть, он тоже должен был сыграть. Саш, 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 человек стоит целый тайм, не делает ничего. Мокнет под дождем. Какой мяч вытащил, а? Ну, похлопает. Феноменально, феноменально. Талантливый игрок, которого называли одним из кандидатов на место в стартовом составе. В основном составе матч, который Италия выигрывает 2-0 за 6 минут до конца игры. Ну, и уже итальянцы-то не очень думают об этом матче, наверное. Да, и главный... Ты тоже думался. Кто же это был? И опять Касанова получает мяч. Это, да, я с тобой согласен. Тони забьет третий мяч! Ох, мне везет. Ну, Тони же не может вообще ничего забить на этом турнире. Ну, может быть, забьет четверть. Матч Голландии-Румынии закончился. И Италия выходит в четверть. Финал чемпионата Европы, где сыграет со сборной Испании. Андре Пирло с пенальти. И с игры... Даниэль Деросси. Даниэль Деросси. Вот такие Тирианри. Причем оба мяча состандартно отметим. Забили итальянцы. Нимычем-то хатанем вышли-то они все-таки в четвертьфинал. Ну, а для Франции очень и очень грустный день. Очень неудачное выступление команды Доминека на этом чемпионате Европы. Ну, вот и все. Георгий Черданцев и Александр Шмурнов смотрели вместе с вами этот матч.